капитан вы здесь у капитана прямо здесь все здесь на самом деле это очень хорошо потому что мы во первых и не там во первых и генерал карий убит но сохранился он отлично тем не менее вот оно как он больше не будет посылать порождение пепла в воронью скалу ну да спасибо муцера трудно командовать эридоранскими стражниками какие глупости некоторые из моих подчиненных страшно пристрастились напитку которые они называют угольное вино угодно мне так страшная гадость она крепкая зависимость вызывает некоторые падают даже от одной фляжки если бы я знал где они хранят бутылки я бы с этой пакостью разобрался хо-хо-хо я могу на тебя этого выяснить я отличный шпион да это второе мое имя у меня самого на это времени ну видишь из идеи чего начать будет сделано какая у тебя необычная кстати броня на очень стильная желтая такая да но она твердая ну ладно капитан с тобой уже сделано гелдрис на самом деле все образцы суджам и садри рождены ну лишь капитан уже пришел а ну-ка 1500 ну вообще отлично что слышно последнее время кстати мне вроде бы с ним надо переговорить с этим стариканом пепельная буря но ничего мы будем готовы у нас есть еще задание дождаться вестей от ралиса это мы вложились в раскопки нам надо еще ребята раздобыть древнюю нордскую кирку наверное собственно и нужно идти в шахту и там должна быть это кирка ничего себе древние норды с элстейма запечатали гробницы стал гримом зачарованным льдом твердым как камень скалы единственные кому ведом секрет изготовления брони оружие из стал грима броня крутая на молодом человеке посмотрите мара любовь по ним о господи остатки драконов утро уже до сбегаем в шахту и попробуем вернуть кирку с помощью убеждения или с помощью меча конечно же шахта вороний скалы так и останется еще неча достать желе одного но это в пространствиях я думаю нам повстречается и будем уже по своим делам заниматься немного займемся приключениями пойдем дорогой приключений наверное можно на север сходим потому что мы так на юг углубились сразу хотя на юго-востоке еще было интересное место в шахте не будет нападения знак восточно имперской кампании тихо будь это было почти 200 лет назад там уже и находить то нечего отпусти меня женщина кресты еще кто не видишь что ли что я за ты меня простейшая перебиваю чем же таким залит интересно я даже не знаю кто ты я великий джи ложь я просто исследую исследую да все считают что тут нечего исследовать давай я попробую исследовать эта шахта таит секрет который может вернуть вороний скале ее значимость весьма интересное умозаключение что за секрет там последний спуск начато что за секрет там спрятано которую восточная имперская кампания постаралась скрыть два века все завязано на двухсотых годах мой прадедушка был убит а они бросили воронью скалу с этой бесполезной шахтой 200 лет это же фоллаут 4 отсюда взяли 200 лет 9 да ладно кто был твой прадедушка карелий имперец он сегодня провел исследуя древние развалины Тамриэля и умер в этой самой шахте почти 200 лет назад как он умер восточная имперская кампания утверждает что погиб под завалом в результате несчастного случая но я то лучше знаю все вы имперцы лучше знаете есть доказательства мы с женой убирали в доме и наткнулись на вещи прадедушки они были заперты в старом сундуке я нашел письмо ему от восточной имперской кампании и ключ что говорилось в письме было описано открытие которое землекопы сделали в шахте компания хотела чтобы грациан занялся им похоже восточная имперская кампания считала открытие очень ценным раз закрыла эту часть в шахте надо слазить туда обязательно ключ от запертой части так и есть то есть я так думаю я так и не смог найти вход а потому что вы имперцы это звучит что-то подозрительно глаза у вас не такие как у каджитов что-то очень важно поэтому мы поняли уже зачем ты мне все это рассказываешь в женах нычит что слишком стар я тоже слышал уже давай крест и так я слажу я слажу но тебе нужна помощь я хочу узнать что случилось с грацианом и что скрывает от нас восточная имперская кампания ну хорошо с чего начать делать заметки во время своих путешествий если ты найдешь его останки я думаю это поможет может он тоже неплохо сохранился есть письмо и ключ хорошо так еще кроме всего прочего мы все сделаем Гловер просил вернуть древнюю нордскую кирку сварливый старик не 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 все же она не твоя скажи ему я надеюсь что он ее себе надо сварливый старик посмотрите какой ладно ты уверен что смерть преддедушки не была несчастным случаем слушай я в курсе что доказательств у меня немного собственно это письмо да и все но еще у меня есть чутье горняка класс чутье горняка ты конечно скажешь что я выживший из ума старик но я вот зуб даю я очень надеюсь что они укреплены никогда бы они не обрушились просто так я туда буду сейчас лезть хорошо мы разберемся что скажешь афия данмер женилась на имперце как вам такое ребята магии восстановления ты можешь учиться как-то познакомилась с крисом как мы с ним познакомились тебе сперва надо узнать через что ему пришлось пройти шахтер в третьем чутье горняка это вся его жизнь он только шахты и дыша к тому времени когда крест и достиг зрелости эбонитовую шахту в воронье скале закрыли и он это очень тяжело воспринял понятно почему он приехал не приехал куда-нибудь чтобы найти работу принадлежал его семье больше двухсот лет уехать для него то же самое что отказаться от самых драгоценных воспоминаний вот оно шо так что он остался на солстейме и все свое время посвящает розыскам нового источника эбонита увы безуспешно лет десять назад у него началась серьезная депрессия он заперся в доме и отказался выходить и что даже чутье горняка не помогло как вы познакомились когда он стал отказываться от принесенной ему еды советник мордей распорядился вышибить дверь а как раз и не довел себя до голодной смерти это драма серьезная прямо а вот откуда ты умеешь магию восстановления ясно ясно мы полюбили друг друга круто круто ты сейчас жрица в храме нет на самом деле меня туда даже не пускают не пускают потому что за почему потому что за имперцы все дело в том что я верю в одно ага старейшина что-то не договорил скажем просто что наши взгляды на нынешний статус трибунала это очень интересно на самом деле так я так понимаю это в историю крестца не веришь я понял да эльфы дольше живут хуже 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 я проверю слажу почему бы нет где же его прадедушка то да а а а а не боишься что я так кончу я ж туда лезу сам наверное да крестцы попробуй что ох ничего себе ребята давайте для начала дневник прочтем чтоб туда не так турианский дневник безумца древний свиток у нас при себе дневник письмо грациану это оно ммм да это оно грациан я был бы рад если бы ты помог разобраться с ситуацией возникшей в Воронье скале похоже шахтеры наткнулись на какие то подземные руины неподалеку от третьего ствола и нам бы надо чтобы ты как специалист посмотрел что там я могу поставить кого-нибудь другого если ты занят но насколько помню рядом с элстеймом так что может быть тебе захочется взглянуть самому дай нам знать что тебе удалось выяснить рэндалл тандариан восточная имперская компания имперский город если родил и родил да что вы не говорите не удавалось забраться прыжок легкий факел бы мне у меня есть факела есть факел чик вот так будет получше на самом деле можно еще кошачье зрение же использовать да мешок соль ну соль не то что нужно вот здесь можно проходить ммм тут еще факел давай снимем я не могу его снять тут у нас какие то остатки кстати скелет золото костная мука что такое нападение какое то кто посмел кто посмел напасть на великого героя а это просто крыса господи злокрыс я перепугался хвост злокрыса не хочу ингредиенты собирать хотя следовало бы потому что алхимику впаривать но вниз далеко падать достаточно мы пройдем сначала по самой шахте посмотрим везде маркировка восточно имперской паука останки только не пауки он жив господи действительно саврин давай магии туда дам саврин вызывает уже своего атронаха я приготовлю магию так морозный паук получает два заряда электричества повелитель бури работает на получи мечом еще он жив еще или нет показалось что жив готовлю магию еще один морозный паук ударил по мне посмел ударить господи что за взрыв такой хе 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 надо использовать вот эту магию чтобы залечиться и по морозному пауку дать решительным ударом вот так вот надо сражаться с пауками яд обморожение можно взять и на меч привесить на самом деле хорошо тут придется прыгать или что наверное да вот тут ведро какое-то бадья а тут можно разрубить эти доски кто-то заколотил чтоб никто не пролез мне надо бы меч перезарядить на самом деле разрушить все доски вот так вот паутину тоже разрубить не хотелось бы с пауками встречаться еще ненавижу пауков ребята нужен ключ у меня есть он лезем в шахту так давай немного аккуратно попробуем действовать по стелсу в шахте тут мухом уже все поросло ну посмотрим там свет горит интересно значит здесь вы проходили уже что здесь такое о это у нас так называемый пассажир давай-ка из него душу попытаемся захватить не вот этим вот этим пассажир на получи драгуру призрак скрытность повышается и сзади еще один по обоим я и по напарнику тоже попал Телдрин это ты? нет это драгуру вот этот этот похож на военачальника на самом деле да это и есть военачальник и он еще и пробивает меня двойный удар пожалуйста произвести драгуру военачальник может быть опасен такое ощущение что сзади еще один ребята происходит сражение по ос дынак и еще один да? вот он посмотрите крик не могу крикнуто могу магию использовать заряжаю даю по нему на получи он чуть не убил нашего напарника берегись надо использовать вот это заклинание у меня уже нет маны чтоб с ним сразиться но он сейчас перезарядит свой крик перегруппироваться использовать магию я закастовал потому что сильно они могут пробить эти военачальники на получи и меч пожалуйста кинжал достать чтоб душу тоже захватить драгура на получи сюда военачальник душу мне сюда готовы оба золото железный щит эбонитовый меч 720 стоит убрать незамедлительно золото стеклянный лук надо взять я еще и не продавался сзади еще один как минимум быстро его взять надо нерешительно так это беспокойный беспокойный сломенький на самом деле из двух ударов сейчас сложится нет подходящего камня душ видите то о чем я говорил в прошлой серии надо камень душ еще кто то здесь посмотрите это военачальник пробил по мне мы сейчас приготовимся мы закастуем щит электрический тут на ловушку кто то вступил я не могу теперь этого драгура взять а вон он на получи удар мечом и еще один и еще один я могу попрактиковаться даже в магии двойное заклинание да достать меч второй и добить драгура застрял драгуру да в битве золото орчи стрела древний нордский эльфийский лук оставь себя там потому что остальные драгуру их надо тоже залутать я еще не всех залутал в призраке 15 золота во втором военачальнике орчи стрела а третий военачальник еще железный щит ну такое все факел попрошу вернуть на место вот так чтобы было нам получше осматривать надо мечи перезарядить опять одежда оружие слушайте надо побольше камней душ большой камень душ так хорошо большой камень душ есть зачарование повышается зарядите вот этим большим камнем душ не полностью он заряжен бич драконов нормально бич драконов можно вот этим крохотным чик хорошо приготовить второй меч ловушка сработала ха-ха-ха это это не я наступил потому что у меня вроде бы есть перк что джи ош не наступает на ловушке можно это кстати проверить ребята что у нас там по скрытности вообще одна способность скоро уровень тяжелая броня двуручная одноручная скрытность 91 один из пяти правда у нас да тихий кувырок легкий шаг нажимая нажимные пластины не срабатывает когда вы наступаете на них ходьба и бег не влияют нам на обнаружение мы можем просто подкрадываться на бегу вот но мне надо было куда-то перки вкладывать поэтому я вложился во скрытность когда немного играл эту ассасинов ассасинов вот эти восстанут как пидать другу на получи секретный удар вас не видят на получи секретный удар я говорю получи этот мертвый значит это золото что-то произошло слабый яд паралича ну это такое все присесть и аккуратно по стелсу надо бы тут наверное вот так действовать сыромятный щит погребальная пустая так здесь пусто все но здесь и так достаточно светло что эти восстанут или не не вижу это палач этот восстает посмотрите умри конечно же да магию использовать этот тоже конжуер судя по всему призвал что-то надо его уничтожить готов что призвал ледяного призвал от ранаха не так сталося як гордалось а второй а второго можно просто залутать ламинарная броня 350 стоит вес 6 я уже перебираю по весу уже перебираю ребята так на ловушку наступил напарник железная дверь залазим в гробницу какую-то тут трупы там сидят хорошо золото надо приготовить наверное кинжал и аккуратно подкрасться кто-то из них восстанет точно как пить дать чтобы мы тут вниз не провалились потому что тут вот этот восстает уже короче понеслась драур военачальник пробивают по мне надо быстро военачальника вырабатывать наверное раз два три четыре сильно меня пробивают надо отступать меня вообще зажали отступаю кастую щит молний кастую дополнительную защиту готовлю магию даю куда-то сюда что ты делаешь тут надо сражаться тут большая толпа ничего не сделаешь всех рублю пытаюсь вообще суматоха непонятно какая пошла военачальника надо хотя бы одного завалить что ты делаешь сражайся давай что ты делаешь первый сейчас будет готов первый готов ледяной отранах это кто такой мне надо заклинание обновить отступаю перегруппироваюсь готовлю заклинание ледяной отранах мне не страшен драугры более страшны руби военачальника давай серо напарник что-то не особо хорош да драугр военачальник получает пару критических я хп вытягиваю мне наплевать на самом деле душу захватить быстро и решительно не успеваю еще один удачный удар драугр палач душу давай сюда да готов душа не захвачена что жив там тэлдрин жив надо тебя как-то по другому называть тэлдрин тэдди будешь будешь тэдди медвежонок орич и щит золото давай здесь золото большой комендуш то что нужно стану без очаровательного ну может займемся еще почему нет этот пуст тут прыжок этого мы лутали уже военачальник интересует большая толпа была золото абонитовый боевой 800 надо брать ребята мы перегружены уже ну тэдди готовься готовься нести наш следующий шаг приготовить рюкзаки обменяться с тобой вещами конечно конечно оружие получаешь шо посох зомби будешь вызывать тогда посох огненных шаров по мне будешь стрелять стеклянный лук получаешь абонитовый боевой топор абонитовый меч если приглянется эльфийский меч если тебе нужно эльфийские луки получаешь одежду я не лутал лутал ребята лабинарные сапоги ослабления огня получаешь тебе надо будет скрафтить что-то а я не умею уже скрафтить хорошо я сбросил эти навыки господи может тебе зелий пару дать или ты не умеешь использовать не знаю оденешь хоть что-то ламинарный отдел кажись да нам следующую дверь тут еще кто-то присел думу думая казачья дванадцать золота давай сюда мне и перезарядить меч тут же разрядился меч посмотрите большим камнем душ единственный недостаток меча в том что надо его заряжать еще один драгуровый военачальник сзади быть не может посмотрите сзади еще один остался заморожен молодой человек на получи надо из тебя душу вытянуть чтоб ты мне большой камень зарядил убегает или что не такие не убегают убегает кажись смотрите испугался провалил боевой дух да ну на получи двойной удар тогда шо еще один двойной удар еще один двойной удар критический получился на куски просто разлетелся душу давай сюда и пожалуйста мне золото костная мука абонитовый меч очередной вот и все и тут урну нам подсветил которую мы не обыскали а 17 золота на дороге не валяется как мы знаем проходим в следующую дверь тут у нас тут камень душ был я видел он исчез я точно видел когда я открывал дверь какая-то мистика мистификации какие-то происходит тут какая-то глыба ледяная сыромятный щит еще очередной сидит да этот не восстанет этот тоже не восстанет нас кто-то заметил кто посмел там нас заметить ты нет этот мертвый уже камень душ маленький давай сюда микстура силы чешуятка язвенников я не хочу это брать залежи стал грима добывать ну давай попробуем добыть если он такой крутой может он дорогой достаточно может какую-то броню можно будет купить эту сталгримскую сравнить ее с драконей может придется крафтом еще позаниматься надо будет посмотреть но мне тогда надо кучу навыков вкладывать в кузнечное дело в кузнечное дело а хотя я думаю мы еще тут пару уровней получим и сможем выполнять себя потому что по боевым мы себя отлично чувствуем да о хе-хе-хе-хе драугар тут залег абонитовая стрела девять штук при нем было взяли исцеление болезней берсерта золото два драугра длинный лук обычный это кто это обычный драугар я какой-то шлем подобрал урна серебряное кольцо с гранатом вот это я что-то обычный шлем надо выкинуть древненордский он потому что весит много что там украдено кулон мастучный не может быть он украден ни в коем случае это не санитницы давай продвигаемся дальше тут алхимический стол можно что-то это о желе нет то что нужно давай еще одно изучим свойства огненная соль ну это можно все это заниматься этой алхимией на самом деле но я не хочу зелье мне показалось хождение по воде вреда березик какой-то погребальная урна так семнадцать золота соль давай может что-то приготовим имперский мох о пропадают предметы иногда но это и и раньше такое было здесь ловушка электрическая у меня сопротивление камень душ забрал камень душ забрал магию приготовить и залечиться чик чик можно будет в восстановление пойти но оно нам пока что не не леет нужды в этом я сама внимательность вон они там много достаточно давай звука дадим по вот этому например полетела этого и начальник да сейчас все сбегутся на нас куда ты идешь вперед говоришь быть сама осторожность сам идешь танковать я уж промахнуться от этого всего ну на получи мы по стелсу работаем или как он уже крик бросает ух пробил даже криком своим ты же посмотри но он меня не видит еще пока что куда ты толкаешься теди вот один идет на нас это смотрите как отмансил круто теперь я крик использую полетел эти души надо все захватывать так что я готовлюсь захватить душу этот со щитом ого меня отбросил надо приготовить магию защитную этому надо навалять да этот серьезный ты прав теди киншал достаю давай руби его на получи сюда сжалом несколько раз силовой удар двойной не хватает мне урона ну легендарная сложность же одного завалили абонитовый щит нет подходящего ко мне душ а что звезда азуры заряжена давайте посмотрим оружие зарядить меч выкинул случайно меч не допустить этого ни в коем случае вот звезда азуры звездой азуры давай тогда заряжать зачарование аж повышается подожди драгонсорт на единицу достать этот сорт кто там нападает аж отбросили тылдрина где-то сверху они да слушай лучник может быть опасен врываюсь короче врываюсь чтобы прикрыть напарника на ходу кастуя дополнительную броню железную кожу так и еще кастую электрический щит готовлю заклинания на получи сюда первый получи второй ого пробил да видите эти лучники опасны могут нам навалять но мы тоже можем пострелять на самом деле вот тут пойдут вот эти бутылки маны зелья магии зелья регена наверное пойдет зелья сопротивления идеально зелья магии готовлю магию вот так крик сильный у них достаточно жаль нет бутылки которая крик перезаряжает но прострелил он из лука дай боже я по нему тоже использую слушайте я его вообще не пробиваю идеальное зелья магии еще использую на получи у меня свитки там какие то есть у меня есть посох фаерболов на самом деле оружие давай его возьмем посох он не наш урон урон 40 ну так себе я хочу их хотя бы ослабить ребята хотя бы ослабить пусть они горят недостаточный запас магии фаербол хорошо заходит во пусть они горят ну они плотные и пробивают меня видите не работает даже броня на них еще раз надо поставить броню увеличить надо вот этот надо их мечом рубить короче тут надо врываться я боюсь что я их не выдержу надо использовать крик когда он перезарядиться и тогда на них влететь пытаюсь влететь силовым ударом а я не могу угога пробил я упал короче Я забыл, что у меня нету удара, двойного удара в этом, на беге, в рейд, в раше Они сильно пробивают именно из луков, поэтому я броню усиливаю еще раз Да не, мы тут можем на самом деле погореть Двойной начальник, так, your soul is mine, готовлю Подходящего ко мне душ нету, но урон хотя бы будет двойной Рубить его и завязать ближний бой, потому что стреляет он из лука, дай боже Ого, меня отбросило, эпический полет просто, аж в реку упал Джи, ож, вставай быстрее, великий воин Фух, оттряхнулся, чуть не убил нас Давай, Северин, Тедди, сражайся с ними Я залечиваюсь, вот эти два серьезные какие-то военачальника Так, приготовить еще броню, накастовать, приготовить магию Чехлит уже свой лук, луком он капец как пробивает Достать меч, достать кинжал Ну, пытаюсь выйти на него, чтобы не убил сейчас, на, получи Убивает просто, выпиваю еще бутылку Пытаюсь сражаться, ребята, под бутылками сражаюсь с военачальником На силовым, этот сейчас будет готов Первый готов, второго можно вязать в ближнем бою Кинжалом на, получи Смотрите, какой бой происходит, он еще от электричества получает На кинжалом заколот, готов Эти очень серьезные были Диэдрическая стрела, вот почему Орочи стрела, древний нордский и охотничий лук А ты чем стрелял, молодой человек? Эбонитовой стрелой Пробивал, наверное, тот, который с диэдрической Надо выпить обязательно бутылку из лечения болезней Потому что вдруг на нас что-то повесили Я еще хотел Козури посмотреть, что дает, в принципе, ее благословение Оно могло уже пройти, на самом деле Пока мы там строили Давайте посмотрим Какие у нас активные эффекты, в принципе, есть Броня железа Это заклинание Железная кожа Когти Каджита Леди Восполнение запаса сил Это знак Леди У меня висит Восполнение здоровья Огненный дух Крих Огненное дыхание Наносит больше урона Его сейчас можно поставить Это броня Амулет Голдура Понятно все Зелье Регена еще работает Существенное сопротивление магии Это у нас Благословение Азуры дает 10% резистов магии Неплохо И сюрприз Синдериона Есть 25 вероятность Создать второе такое же зелье При занятиях алхимией Получил в каком-то из квестов Я этого умения Но я и так алхимией не занимаюсь Давайте посмотрим Пентаграмма душ Здесь миска А куда нам идти-то, собственно Нам сюда не надо было Кнопка какая-то Нам надо было сюда, чтобы открыть дверь Чтобы открыть дверь Прыжок Напарник где? Напарник где-то заблудился Жив-то хоть напарник? Последний раз его где-то здесь видел Горстка пепла Напарник погиб И как я это все теперь вынесу? Напарник погиб Тедди Абонитовый меч Лифийский меч Слушайте Ну плохо Хитиновые сапоги 50 стоит Серебряное кольцо Вообще не весит ничего Да я же его не оживлю теперь Но шлем очень стильный Хочу Я хочу Хитиновую броню Весь комплект себе забрать Что могу еще взять? Что-то на 5 На весом 5 Лук 12 Ну придется кинжал еще взять Хитиновая броня Мы бы Солидно смотрелись Если сможем ее зачаровать Но она по слове Надо помянуть Напарника Который погиб тут Видите какие крутые Мобы появляются? Наверное я его сам и уничтожил С помощью Когда фаерболы бросал Потому что так обычно Но обычно Именно только из фаерболов Убиваются Или может быть Потому что Легендарная сложность То он погибает Я вот не помню В оригинальном Скайриме Они погибали или нет Кушать нечего Ребята И помянуть даже нечем С кумой помянем И серодильским бренди Конечно же Вот так вот Теперь мы соло Теперь мы соло Ого тут книга Сверху ловушка Как минимум Можно использовать Наверное Здесь заклинание Изменение Заклинание Телекинеза Можно этот камень душ? Нельзя А книгу можно? Не могу книгу подобрать Не хватает мне Наверное Умение Я забрал книгу Но ничего не произошло Заклинание Так себе на самом деле Тут не вижу ничего Можно использовать Кошачье зрение Вот здесь сундук Адепт Может ловушка быть Наплевать на ловушку Но надо было проверить Бриллиант Стальная броня И золото Такое Ловушка Кажись Не было никакой ловушки Лезем наверх Так Тут мост опускать Наверное Ай Сработал Камень Ну давай Попробую вдарить По нему Не получается Пробую пробежать Пробегаю Забираю Обычный камень душ Пробило даже Меня Посмотрите Использовать магию Залечиться Вот так Вот так Хорошо Урна Золото Допустим Здесь у нас Морозная соль Ну и остатки Перегружены Морозной солью Слушай Надо эти ингредиенты Древесина Горелого спригана Желч Нечья Вот один Можно использовать Что случилось Паралично Нас Напал Нельзя кушать Все подряд Джи Ож Должен был бы знать Давай зелье Излечения болезни Незамедлительно Выпей Так 6-6-3 Хорошо А куда идти-то А идти-то Куда-то вот сюда Идти куда-то Вот сюда Теперь зато Сможем по стелсу Работать Потому что Никто нам не помешает Ого тут Может быть Все серьезно Ребята Нам куда-то Строго вперед Здесь может Кто-то выйти Здесь какой-то Проход Я туда иду Мне кажется Что я иду не туда Я иду туда Мы сюда не ходили Или нет Отдать древнюю Нордскую кирку Это понятно Не нам Вот сюда Куда-то вперед Деревянная дверь Открываю Сундук Адепт Сейчас откроем Элементарно Стеклянный кинжал Золото Не вынесу Не вынесу Надо будет Что-то выкинуть Жерелье Костюм Хитиновые Сапоги Эбонитовый щит 750 стоит Но весит 14 Придется выкинуть Эбонитовый щит Тяжелая броня Потому что Так Лезем Через проход Аж ветер веет Тут Посмотрите Ого Тут Посмотрите Неплохо Как спускаться Будем Ну как-то Вот так Аккуратненько Чик Чик Этот восстанет Может быть Непонятно Может быть Все что угодно Сейчас Надо собраться Каджит Прыгает Рулон бумаги Эликсир бодрости Грицелий Клинок Бладскал При силовой атаке Выпускает заряд энергии Наносящий 30 единиц урона Клинок Бладскал Какой-то крутой И дневник Грацина Нашли Так Теперь будет Нападение Какое-то Это очевидно Остатки этого Грацина Карелия Рулон бумаги Он тут писал Сейчас мы дневник Прочтем Подождите Тут еще кто-то Это Драугр Золото Археаловый Слиток Можно будет Продать Ну и больше Ничего нету А здесь Зайти можно Что-то Все-таки Раскопали Они Почему же Восточноимперская Не занялась Непонятно Ну давайте Дневник читать Книги Дневник Письмо Дневник Драцина Пожалуйста Тридцатая Руки Дождя Четвертая Эра Десятого Получил Сегодня Письмо От Восточноимперской Компании Не говорят Рабочие Пробили Стену Третьего Ствола Шахты Вороньей Скалы И нашли Какие-то Руины Надеюсь Это Не обернется Такой же Потерей Времени Как Прошлый Раз Все Родили Беру С собой Помощника Миллия И с рассветом Мы Отплываем Воронью Скалу Приятно Будет Повидать Вновь Старый Дом На Солстейме Второе Седьмое Второго Зерна Прибыл Наконец Воронью Скалу И был Удивлен Сколько же Беженцев Темных Эльфов Живет Теперь В городе Они Конечно Не Прирожденные Шахтеры Но Рано Или Поздно Из них Получатся Хорошие Горняки Мы С Миллием Провели Большую Часть Дня Очищая Крышу Моего Пепел Покрывший Все Густым Слоем Можно Было Бы Даже Сказать Что Здесь Красиво Восьмое Число Так Поудобнее Сяду Ребята Мы С Миллием Отправляемся В шахту Вороньей Скалы Чтоб Поглядеть Что же Там Нашли Рабочие Думаю По дороге Стоит Забежать Во Взмахни Копни И Прихватить Кое Какие Припасы Никогда Не знаю Что Может Понадобиться Норды Понаставили Крипт Повсюду И даже Не потрудились Отметить Их На Карте Похоже Эта Усыпальница Принадлежит Какому То Клану Блад Скал Я Собираюсь Скопировать Надписи На Камне И Посмотреть Не Смогу Ли Расшифровать Их Сверяя Со Своими Записями По Истории Нордов Работал Целый День 10 Числа И Так Не Смог Большая Часть Дня Ушла На Тоже Спуститься Вниз Снаряжение И Спуститься Самим По Почти Отвесному Склону 11 Число День Удивительных Открытий Мы Спустились Большой Зал Обошли Его И Увидели Что-то Типа Пьедестала На нем Самое Странное Оружие Которое Я Когда-либо Встречал Лезвие На вид Просто Безупречное И Спускает Едва Не Уверен Что Стоит Забирать Его Сейчас Подождем Утро Вечера Мудренее Так 12 Число Вопреки Голосу Разума Я Решил Снять Клинок Бладскал С его Пьедестала Милли Тоже Отговаривал Меня Но Нам Пора Искать Путь Наверх Мы Должны Взять Собой Эту Удивительную Реликвию Надо Было Мне Послушать Милли Стоило Взять Клинок Уранили Я Едва Стою Единственный Шанс Остаться В живых Это Найти Выход Отсюда Но Боюсь Я В ловушке 14 Потерялся Уже Не Не Известно Он Не Знал Какая Дата Продвижение Идет Медленно Я Могу Ити Разве Что Несколько Минут Потом Должен Отдыхать Припасы Подходят К концу Я С каждым Часом Слабею Единственное Что мне Удалось Обнаружить Эта Странную Дверь Со Знаками Которых Я Никогда Раньше Не Видел Я Что-то Упускаю Что-то Связанное С этими Знаками Попытки Пройти Через Эту Дверь Безуспешны Мне Нужно Подумать И изучить Их Чтобы Продвинуться Дальше Идва Держась Чтобы Не Потерять Сознание Я Совершенно Уверен Что Клинок Бладыскал Своего рода Ключ К Этой Двери Когда Я Взмахиваю Мечом Замечаю Шлейф Магической Энергии Тянущийся За ним Думаю Делая Взмахи Клинком В разных Направлениях Можно Управлять Этим Шлейфом И найти Способ Решить Загадку Двери Надеюсь Отдохну И смогу Проверить Это Каждое Движение Дается С трудом Последняя Запись Я потерял Счет Времени И силы Оставляют Меня Даже Не могу Больше Стоять Раны Отказываются Закрываться Боюсь Эта Гробница Станет Моим Последним Пристанищем Если Кто Небудь Найдет Этот Дневник Пожалуйста Отправьте Записку Моему Начальству Восточной Имперской Компании Скажите Моей Жене Что Я ее Люблю Да Направить Меня Аркей К месту Последнего Отдыха Понятно Так А ну Давай Давай Этот Клинок В руки Возьмем Бич Драконов Подожди Клинок Бладескал Урон 24 По сравнению С нашим Конечно же Смешной Ох Ничего себе Здоровенный Чик Ну Что Надо Наверное Вот Так Вот Хорошо А тут Это отсылка Наверное К Моровинду Тоже Потому Что Там Было Вот Так Вот Сделали А Теперь Что А Теперь Надо Вот Так Да В Моровинде Можно Было Управлять Ударами Меча При Движении Не Ну Здесь Тоже Можно Но Здесь Этим Ага И Теперь Надо Ребята Ну Загадка Такая Такая Себе Вот Так Вот Очень Круто На самом Деле Организовано Я Думаю Что Урон Такой Слабенький Не Не Получилось Вот Так Чик Получилось Урон Слабенький Потому Что Двуручник Мы Не Умеем Подзываться Не 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 Смотри Чтоб Загадка Решилась Открыть Дверь Дверь Открыта Впереди Вижу Ловушку Как Минимум Готовлю Теперь Свой Меч Аккуратно Залажу Ловушка Срабатывает Все Равно Да Что Мы Так Пройдем На Самом Деле Можно Использовать Крик Здесь Я Так Пробегу Не Так Уши Трудно На Самом Деле Тут Встрял Приготовить Магию Так Опять Чуть Не Встрял Сейчас Пробежу Тут Пробегаю Тут Надо Тайминги Вылавливать Но Это Не Так Уши Трудно Тем Более В Драконьем Доспехе Тут Плохо Тут Надо Залечиться Ребята Надо Бы Сохраняться Может Быть Начать А Потому Что Я Вроде Бы Еще С Первой Серии Ни Разу Не Сохранился Господи Боже Мой Увлекаю Когда Вовлекаюсь Я Ну Вы Знаете Тех Кто Смотрят Так Но Здесь Определенно Будет Заваруха Я Хочу Выяснить С кем По Чем И О Чем Там Слово Силы Припрятано Сундук О Восстал Кто-то Золото Два Давай Проверим Закрис Сош Какой-то Не Работает Ледяная Форма На Получи Сюда Я В воду Провалился Не Могу В воде Сражаться Закрис Сош Какой-то Ну Давай Мы Поднял Кого-то Посмотрите Что Это Такое Слушайте Надо Защиту От Магии Сейчас Убьет Меня Зелья Запас Сил Хождение По Воде Наверное Реген Лечение Исцеление Болезни Здоровье Запас Сил Микстура Подожди Силы Что Дает Переносим Весь Не то Что Нужно Сопротивление Электричеству Нету Сопротивление Электричеству Слабый Яд Паралича На Драгон Сорт Нанести Чтоб Дать По Нему Эликсир Берсерка Сопротивление Холоду Почему Нет Сопротивление Электричеству Есть Эликсир Выпиваю И Все Я готов Сразиться Что Это Ты Призвал Такую Кентаклю Высший Искатель Какой-то Так Надо Уничтожать Этого Молодого Человека На Получи Сюда У меня Маны Нет Но Надо Брать Туда Второй Кинжал И Рубить Его Просто Причем Рубить Его Нужно Потому Что Он Мах Его Надо Рубить Ребята Серьезно Пробивает Капец Его Надо Рубить Вот Этим Мечом Чтобы Из него Ману Высосать Рублю Очень Плотный Надо Какие-то Бапы Еще Использовать Выпиваю Бутылку Не Вижу Выпивается Она Или Нет Надо Использовать Всю Магию Которая У меня Есть Он Из Меня Ману Высасывает Надо Приготовиться Еще Эликсир Бодрости Запас Сил Эликсир Берсерка Ну Не То Что Надо Сопротивление Электричеству Еще Одно Яд Обморожение По нему Не прошли Никакие Эффекты Снадобья Здоровье Увеличить Снадобья Слабое Зелие Лечение Давай Выпьем Их Двойным Ударом По нему Надо Бить Зарик Кош Какой-то Да И он Будет Нас Отхиливать На Получи Что Ты Думаешь Сражаешь С великим Героем Который Ничего Не Боится Меня Интересует Еще Тот Высший Искатель Который Он Посмел Призвать Рублю Двумя Мещами Надеюсь Зарядов Хватит Ко Мещах Не Могу Это Проверить Сейчас Сильно Заканчивается И Когда у него Заканчивается Магия Он Отступает У меня Бутылки Не стоят На Квик Слоте Двойной Удар Зарик На Получи Я Еще Держусь Сейчас Надо Уже Пить Бутылку Нет Бутылки На Быстром Слоте Посмотрите Ошибка Быстро Ее Поставить Я же Ставил Зелье Лечение Наилучшее Зелье Лечение На Пятерку Давай Вот Так Зарик У меня Крик Откатился Как тебе Такое Не работает Избегает Воздействия Ну На Получи Мечом Тогда По старинке Что я Тебе Могу Сказать Я Меч Еще Возьму Я Еще Будь Твою Душу Подобрал Потому Что Я Вроде Б Камень Азуры Разрожал Да Иди Ко Сюда Сейчас Может Меня Убить Неравный Бой Просто Пошел Нет Подходящего Камня Душ Жнотов Горстка Пепла Зак Рисош Он Назывался Тяжелая Броня Увеличивает Сопротивление Электричества На 50 И урон От Электрических Заклинаний На 25 Стоит Задуматься О том Чтобы Сбросить Легкую Броню И идти В тяжелую Но Это Будет Очень Долго И На Легендарной Сложности Это Будет Трудно Чуть Не Убил Меня Зак Рисош Кстати В последний Удар Свой Я Быстро Лечусь Там Еще Какого-то Он Призвал Искателя Что за Слово Силы Давай Сюда Быстро Слово Силы Сила Воплощение Дракона Ничего Себя Давай Посмотрим Крики Воплощение Дракона Раз в день Вы получаете Преимущество Дракона Удары Огромной Силы Прочную Шкуру И более Могучие Крики Интересно Изучим Используйте Душ Давай изучим Воплощение Да окей Эр Открыть У меня много Душ Там У меня много Душ И будем Использовать Раз в день Только Ну Используем Крик Силу Дракона Наверное Он как-то Бафает Нас Очень Сильно Залечиться Что за Высший Искатель Был У меня Вот это Интересно Под водой Они еще Нету Сундук Мы Залутали Уже А где Этот Высший Искатель Делся Наверное Призванный Был Какой-то С тентаклями Такими Был Вы видели Нам Наверное Куда-то Надо Отсюда Выходить Мы Задание Выполнили Слово Силы Получили Шорткат Должен быть Какой-то Определенно Позволь Позвольте Позвольте Пожалуйста В Левую Руку Факел Потому Что Я Плохо Вижу Здесь Я Не Вижу Шортката Я Включу Карту А тут Нету Шортката Как Такового А вон В Курган Бладоскал Можно Выйти Быстро Потому Что Здесь Очищено Значит Куда-то Сюда Выходить Ну Неплохо Неплохой Артефакт На самом Деле Подобрали Подожди Запрыгни Здесь Вот Так Я Сюда Смогу Подняться В Курган Или Я Отсюда Пришел Нет Тут Книга Какая-то Черная Книга Вес Один Две Тысячи Стоит Что Такое Черная Книга Ветры Перемен Добавлено Что Открыл Книгу Сразу Читать Что Происходит Ребята Книга Засосала Джи Оша Книга Засосала Джи Оша Господи Прости Сохранения Так Как я уже говорил Когда давал тебе Обма Инфинию Твоя Свободная Воля Это Иллюзия А Иначе Почему Ты Здесь Давно Не видел Скимерус Это Апокриф Место Где Собраны Все Знания Утали Свою Жажду Знаний В Бесконечных Хранилищах Моей Библиотеки Неплохо Папа Если же Устанешь От Поездов Прочти Книгу Еще Раз Чтобы Вернуться К Смертной Жизни На Время Искушение Апокрифа Слишком Сильно Это Твоя Судьба Ну Ладно Химерус Хермеус Мы С ним Уже Знакомы Мистер Тентакль Да Черная Книга Ветры Перемен Начата Неплохо Ребята Мы Забрались В Следующей Серии Будет Очень Круто Судя По Всему Джи Ош Переполненный Рюкзак Но Мы Домо Собер Раду Я Уверен До Свидания В Следующей Серии Будем Гулять По Апокрифу Круто Тень Просто Заклинание Приготовить Апокриф Пол Выложен Страницами Древних Знаний Ой-ой-ой Джи Ош Ой-ой-ой Что начнется Увидимся Апокриф